Привет! Сразу извиняюсь за качество, потому что здесь будет всё рыбое, потому что уже очень темно, но у меня уже просто нет никакой энергии, никаких сил для того, чтобы молчать об этом, и мне хочется уже быстрее это рассказать, и так как меня это всё настолько раздражает до такой степени, что я не могу спать и есть, я не хочу выставлять свет, одеваться, что-то краситься, или вот я только что пришла с улицы и так и села. Давайте не будем фокусироваться здесь на качестве, фокусируемся на истории. Мои соседи. Я, давайте начнём с самого начала. До ещё моего приезда, когда я знала, что здесь будет комната с соседями, я была очень этому рада, потому что я человек, вы видели, если видели моё видео про английский язык, и я такая, которая подхожу, раньше могла подойти к любому человеку, говорящему по-английски, если я слышала, я слышала, у меня был сенсор какой-то, и просто начать с ним разговаривать, потому что мне было приятно. Я знакома с кучей американцев, я всегда ходила в какие-то места speaking club, ходила волонтерить в America House, то есть для меня пообщаться с иностранцем, с конкретно американцем, было за счастье невероятное. Британский язык я любила не так сильно, мне нравились ютуберы, мне нравилось, как они иногда говорят слова какие-то, но американский — это вот моё всё. Но, тем не менее, я думаю, класс, ничего себе, я буду жить с двумя британцами, с парой, думаю, это зашибись, потому что сразу будет какой-то контакт в городе, можно будет вместе что-то делать, кайф. По моему приезду я вечером перехожу в квартиру, захожу в комнату, говорю, я, поймите, я надеялась, если вы хоть раз общались с американцами, вы знаете, какие они открытые, и часто их даже обвиняют в лицемерстве за это, возможно, это и правда, я не знаю, я не разбиралась конкретно, типа, вот в этом, но они всегда очень открыты, очень позитивны к тебе, они всегда шмут руку, улыбаются, спрашивают, как у тебя дела, как у тебя прошёл день, у тебя офигенный свитер, ты, я не знаю, удачи со всем, что ты делаешь, бла-бла-бла, всё что угодно. Я привыкла к такому общению с собой, ни один иностранец никогда не обращался со мной с ухо. Захожу я в комнату вечером, они сидят в пледах, на диване смотрят какое-то кино или что-то такое, и я ожидаю вот этого огромного фидбэка, типа, как ты долетела, как у тебя было в самолёте, сколько пересадок было, где, всё вот это вот, то есть то, что обычно люди спрашивают при знакомстве для того, чтобы, ну, вот small talk вот этот поддержать. Я захожу, улыбаюсь, потому что рада, встреча, бла-бла-бла, говорю, как, привет, типа, и они говорят, они просто поворачиваются на меня вот так вот, привет. И я не слыша никаких, типа, вообще слов больше на это, ни вопроса, как ты долетела, ни там, вообще на ничего абсолютно. Я просто говорю, ах, приятно познакомиться, привет. В общем, я растерялась очень сильно, потому что я тупо не знала, что мне на это, как мне себя вести в ситуации, где тебе уже по лицу не рады. И я просто говорю ещё раз привет, ещё раз говорю, приятно познакомиться, и говорю, я пойду тогда. Они вообще никак не отреагировали. Вот люди, которым, ну, вот с покерфейсом просто сидели, я думаю, ладно, может быть, они устали, вечер или что-то такое. Я такой человек, который всегда оправдывает других людей, типа, даже если они сделали какой-то говняный поступок, я всегда могу подумать, что у них был плохой день, что-то там у них произошло, и они из-за этого не отреагировали, думали, да, дальше, типа, мы будем знакомиться, что-то будет происходить как-то. И всё будет ок. Но подсознательно вот это вот во мне уже затеилось, то, что мне здесь не рады, и мне, и они не хотят со мной общаться, и как-то налаживать какое-то общение и прочее. И я думаю, ну, типа, такой себе, в общем, осадочек остался. И после этого мы особо за всё, на всей протяжительности вот этого моего житья там, мы не особо общались, и видно было, что они этого не хотели. Я не скажу тоже, что я там подходила и, знаете, там, чуть ли не сидела у них на коленках, чтобы наладить с ними контакт, потому что они мне, как люди, стали тоже весьма непривлекательны. Было несколько раз, когда я думала, что, возможно, дело во мне, я, возможно, окажусь какой-то холодной, что я, типа, там, не подхожу пить чай, там, или что-то такое. И я помню, я один раз, я купила тапочки, и я снимала видео, кто видел влог, что они очень сильно прилипали к полу, и я думаю, блин, это, в принципе, нормальный вариант для того, чтобы подойти и встроить какой-то, типа, небольшой смолток, а-ля, типа, спрошу, как там, было ли у них когда-нибудь это такое, думаете, это пройдёт, типа, я тут тапочки купила, это первый раз, у меня таких никогда не было. Бред, бред. Ну, типа, я думаю, смолток, отлично. И я захожу в комнату, там одна, она сидит, и я думаю, так даже лучше, типа, девочка с девочкой, сейчас мы поговорим. И я что-то у неё спросила, что-то там про, то ли про котов, типа, закрывать дверь или нет, или что-то такое, а потом говорю, о, кстати, типа, я вот тапки купила, там, бла-бла-бла, и такая, типа, смеюсь, ха-ха-ха. Она, во-первых, у меня столько всего сказать есть, что я не могу, у меня одна мысль затмевает другую, подождите. Она сначала вообще смотрит на меня, как на дебила полного, просто, типа, что ты от меня хочешь. Она сидит в плене вот так вот в телефоне, типа, вот так вот на меня глаза подняла. И я спрашиваю, а она делает вид, как будто я несу полную околесицу, которую она вообще не понимает. И она что-то, типа, потом, когда я начала, типа, ходить по полу, говорю, вот, смотри, типа, прилипают. Она что-то там хихикнула и сказала, да, не знаю, наверное, пройдёт, типа. Я думаю, так, ладно, это не получилось. И знаете, вот это чувство, когда ты с каким-то человеком, вот, наверное, на уровне неловкого рукопожатия, когда мы не поняли, в какую руку совать. И вот это, и потом у тебя остаётся осадок, типа, блин, я идиот, что ли, я поздороваться только что не смог. И у меня вот это вот случилось. И с самого начала, и как только мы у нас были какие-то разговоры, у них было вот такое ощущение, будто они тебя вообще не понимают, будто ты говоришь на каком-то, я не знаю, инопланетянском языке, они смотрят на тебя, как будто ты чуть-чуть отсталый. И просто, и они не отвечают тебе на вопросы нормально. То есть, когда ты ожидаешь от человека шутку, или когда ты с добром, ты смеёшься, или что-то улыбаешься, тебе улыбаются в ответ. Если тебе не улыбаются в ответ, то, типа, это сразу ощущается как какое-то неприятельское отношение к тебе. И так было постоянно. Ты им улыбишься, а они тебе нет. Потом они просто тупо перестали здороваться. Они здоровались через одного. То есть, я захожу в комнату, я говорю, типа, привет, иду там на кухню. Во-первых, они всегда отвечали с задержкой. То есть, это не было, типа, привет, о, привет, привет, да, что, как там, типа, этот... Дела там, или что-то такое. Это было, я говорю, привет, наступает неловкая тишина. И в момент, когда я уже в своём нужном месте, то есть, я прохожу, я же не стою, жду, когда мне скажут привет. Только тогда я слышу, ммм, хай. И причём это один человек говорит. То есть, пацан с нами здоровался через раз, буквально, там, я не знаю, когда-как, кто-то по очереди, кто-то... Меня это так раздражало. Я думаю, тебе сложно рот раскрыть, чтобы сказать хай. Я думаю, ладно, хорошо, хотите так? Я думаю, мы уже всё, мы планируем съезжать, я больше этого не вынесу, вот этого постоянного какого-то... Мне не хотелось походить туда, мне не хотелось здороваться с ними, мне не хотелось ходить на кухню. Я ела через раз, у меня, блин, у меня такое моральное подавление было. Я себя чувствовала вот таким вот маленьким человечком, который забит в какой-то угол, когда есть вот такие здоровенные два быка, которые на тебя сверху вниз постоянно смотрят. Это так отвратительно. Фу, у меня такое моральное подавление было, вы не представляете. Я не знаю, могу ли я назвать это депрессией, но мне вообще ничего не хотелось. Я просто, мне хотелось сидеть, лежать в кровати, вот так вот к стене повернувшись постоянно, и просто, я не знаю, хотелось сбежать оттуда или... Я не знаю, что вообще. В общем, потом, я помню, когда к ним пришли гости на Хэллоуин, они не пришли на день. К ним приехали на, я не помню, дней пять, наверное. И у меня один раз было такое, что я настолько сильно не хотела к ним выходить, что я целый день ничего не ела, потому что я просто не могла туда зайти, чтобы начать с ними здороваться, общаться, потому что я не хочу. Вы мне неприятны, как люди, я вам, видимо, тоже неприятна, как человек, я не хочу лицемерить и сейчас выходить, и как будто вы мне интересны, или ваши родственники, или кто-либо вообще. Потом под вечер я собралась с силами, потому что я думаю, если я сейчас не поем, я сознание потеряю просто. Я захожу, у них там разложены диваны, там лежит человек, наверное, пять с ними, может быть, шесть с ними, и я говорю привет, и мне никто ничего не отвечает. Ноль человек сказала мне хотя бы hi, хотя бы не hello, nice to meet you, хотя бы просто несчастные две буквы. Ноль человек! Они просто посмотрели в мою сторону, когда открылась дверь, и продолжили смотреть в свои стороны. А кроме того, они орали, как сумасшедшие. Вы видели, во многих моих влогах, я когда снимала что-то, они хлопали дверями, когда они хлопали дверями, у меня серьёзно создавалось впечатление, что они бьют её ногой. И это было несколько... И у них, я не знаю, что там у них сломалось, они вот так вот долбили эту дверь несколько раз. Вообще, не спрашивая, создают ли они какой-то шум или нет. И вообще, я, когда тапочками вот это скрипел, я подошла, у неё спросила, говорю, вам не слышно, как я хожу вечером, потому что, возможно, вас это как-то волнует. Им было настолько похрен, какой шум они создают. Они среди ночи звали Алексу, у них был час ночи, он что-то спрашивал. Они вдвоём, лёжа на кровати, очевидно, со своими телефонами, очевидно, со своими ноутбуками, он кричит в голос Алексе, чтобы что-то узнать. Когда люди уже в час ночи. Это адекватный, блин, человек? Я... У меня столько было раздражителей в этой квартире, что это просто невозможно. Постоянный... Постоянно грязная посуда, наполненный этот таз до такой степени, что я не могла ни воды в чайник набрать, ни свою посуду даже помыть, потому что я не могла тупо под кран подлезть. Мне постоянно надо было этот тазик с их ошмётками еды постоянно вставить на этот, на каунтер, на стол, то есть для того, чтобы помыть свою посуду, которую я мыла каждый раз после своей еды, никогда ничего не оставляя. Потом сгребать эти ошмётки еды с этого грёбаного стола, потому что, чтобы они мне не сказали, что я здесь мусорю или что-то. Постоянно котящее говно, постоянно воня этими котами. Хоть я их и люблю, мне очень нравится Оскар, я в душе в нём не чаяла. Вторая Бейли тоже хорошенькая, но она была более тихая. Тем не менее, постоянная вонь вот эта вот в квартире. Плюс ещё, я помню, они... У меня были перчатки, которые я купила вместо мочалки, потом я купила мочалку, и я оставила эти перчатки в ванной, просто на случай, если я буду забывать брать мочалку, потому что там тупо не было места, чтобы их положить. И я помню, что они постоянно перекладывали их, и они клали их так на железную вот эту вот штуку, где стоят всякие шампуни, так, что они заржавели просто в конце. Типа, я не знаю, как так быстро получилось, но типа, ладно, это такое, это, возможно, была моя вина, типа, мокрость, влажность, бла-бла-бла-бла, не в этом дело. Но я помню, что они потом брали вот эту вот штуку, они её выкинули, они расставили свои шампуни, и наши, по-моему, тоже где-то поставили, и они положили мои перчатки на край ванны. Я думаю, ладно, лежат и лежат, хорошо, я их вообще собираюсь выкидывать, типа, ну а что, забыла, потом я возвращаюсь, мои перчатки лежат на полу. И я думаю, ну хорошо, очевидно, вы их скинули, нет, не я, нет, не коты, потому что мы закрывали туда дверь всегда. Вам сложно поднять? Типа, это не какой-то, я не знаю, докоп до того, что, типа, ну просто я, если я уронила чью-то вещь, я обязательно её подниму и поставлю на место. Мои перчатки лежали три дня, я просто хотела посмотреть, поднимут они их или нет. Нет. Потому что зачем? Полка в холодильнике. У нас на двоих почему-то была одна полка, у них весь холодильник, и они потом ещё купили второй холодильник. Это постоянное какое-то пассивно-агрессивное давление на тебя, которое вроде ни в чём не выражается, но вот это вот, типа то, что с тобой не здороваются, не общаются как-то, как-то тебе сухо очень отвечают. Я помню, как он... У нас вырубился свет. Я одна дома, я пишу им, говорю, выключился свет, что мне делать? Они говорят, там есть ключ. Просто говорят, там есть ключ, пойди вставив щиток. Не объясняй, какой ключ? Вы же знаете, что я из другой страны, у нас нет этих ключей. Я думаю, ладно, хорошо, пишу, объясните, можете описать, какой ключ или что с ним. Причём всё это я всегда делала в очень polite way, как это сказать, типа очень доброжелательно, с кучей слова please, thank you, hello, на что отвечала какие-то такие сообщения, но это тоже такое, текстовые сообщения тоже можно судить по-разному. В общем, с трудом я добилась объяснения, какой это ключ, и потом они мне говорят, там один ключ, и ты этим же ключом должна открыть щиток. Запомним эту информацию, я как дебил полный пошла шкрепсти, а там, короче, ключ для того, чтобы открыть щиток, он такой, типа, там есть такой пиптик, на который надо насунуть ключ, и типа он повернётся, он определённой формы, там треугольной. И я думаю, ну вы меня за тупую держите, или вы что хотите, чтобы ключ вам вставал, а потом мне за него платить пришлось, потому что чпитно открывается не этим ключом. Я уже там попробовала, поковыряла, думаю, ну не знаю, кто из нас тупой, и чьи тут лыжи не едут, но в общем, я бросила это дело, говорю, я, наверное, лучше вас подожду, потому что я не могу открыть. Приезжает он, достаёт из своего кармана ключ, которому он открывает щиток, включает свет и уходит. Причём при этом, я думаю, ну мы же, опять же, я act very friendly, делаю вид, что я их уважаю хотя бы. Выхожу из дверей и говорю, о, привет, типа, хочу продолжить диалог в плане того, что не знала, как открыть ключ, там вот это вот и всё. Он опять с такой задержкой невероятной отвечает мне, привет, при этом, вот, как это, визуализируем ситуацию. Заходит он, выхожу из комнаты, я сразу же, говорю, о, привет, типа, он стоит, потом берёт кота на руки, начинает его гладить и такой, привет. Я тут думаю уже, всё, иди ты нахер. Я не буду у тебя делать вид, что мне приятно с тобой разговаривать. Я не помню, возможно, я сказала, типа, что не смогла найти ключ или там что-то такое, он показал мне его, типа, вот он, я думаю, зашибись, класс, спасибо, мне из твоего кармана его достать надо было когда-то на работе. Это просто капец. И я думаю, ладно, иди просто лесом, я больше не буду даже пытаться с вами разговаривать, до свидания. Я ушла в свою комнату, после этого я, не помню, где-то, не, я вам не рассказывала, короче, я вырубился интернет, они были дома. Я думаю, я не буду говорить, выходить, что интернета нет, потому что они тоже пользуются интернетом, у них телевизор от интернета, тоже там, по-моему, двойной этот, в общем, должен зависеть или что-то такое, и они дома. Соответственно, им интернет тоже понадобится, и если там что-то не так, соответственно, то ли они должны, типа, мне сказать, как нормальные люди бы сделали, которые сдают тебе жилье, типа, привет, там, с интернетом какие-то проблемы, сейчас починим, или что-то такое. Как сделала бы я, я по себе сужу. Если я сдаю человеку жилье, я чувствую себя немножко ответственной, точнее, полностью ответственной за то, что происходит не в его комнате. Если у нас отключился интернет или что-то, я должна уведомить человека. Я не знаю, как работает у них, видимо, не так. Я жду два часа, я тогда лазила на телефоне, поэтому мне, типа, у меня был 4G безлимитный, мне не особо было так важно, чтобы был конкретно, ноутбук. Я думаю, ну, сейчас я положу, типа, что в титре там была. В общем, два часа как-то прошли, и они уходят. И я думаю, ну, ладно, короче, сижу-сижу, думаю, ладно, напишу смс-ку, типа, потому что мне в лицо с ними было крайне неприятно разговаривать. Я не знаю, был ли у вас в жизни такой человек, к которому ты подходишь и тебя внутри всё выворачиваешь, чтобы сказать привет. Тем не менее, ты должен вести себя максимально дружелюбно, потому что, ну, как, тебя откровенно в лицо не посылали, там, для того, чтобы ты проявлял какую-то агрессию, поэтому, в общем, и я пишу, говорю, привет, типа, так и так, кажется, интернет пропал, мне что-то делать, или что-то, или типа, вы сами разберётесь с этим. Они говорят, что, типа, а, два часа, два часа, они мне не отвечают, никакого, вообще ни одно, ни смс-очки. Я жду. Тут я слышу, они приезжают, я слышу оба их голоса, как они разговаривают за дверями, на улице, за окном, и они, один заходит в квартиру, что-то щёлкает, и у меня появляется значок интернета, и он уходит. Я думаю, это, простите, что сейчас было? То есть, они мне два часа не отвечают на смс-ку, потом они приезжают домой, вместо того, чтобы объяснить, какой щиток мне надо клацнуть, потому что там уже была проблема с плитой, где можно было просто щёлкнуть один щиток на этом, потому что он иногда отключался, или что-то такое, в общем, то есть, они могли бы мне объяснить теоретически, что мне сделать, и, типа, я вижу, что у меня появился интернет, и я такая, а, извините, а мне что теперь? И он мне ничего не сказал, не крикнул, эй, Таня, интернет уже есть, или что-то такое, и это такое, эй, не уходит. И я сижу, я думаю, что? Мне им писать теперь смс-ку? Спасибо, что пришли, если они мне даже не ответили на неё, несмотря на то, что у неё было время на неё ответить, хотя бы, когда она стояла и ждала, пока он щёлкнет там щеколу, или хотя бы что-либо сделать. Боже, я не понимаю, почему есть люди, которые не умеют просто в обычные социальные нормы, когда ты просто сообщаешь человеку, что ты сделал, ты отвечаешь на смс-ку вовремя, когда у тебя, очевидно, на это есть время, почему люди такие... Извините, меня просто максимально раздражают, такие, такое поведение. Кстати, 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 в этом видео пойдёт речь о чём-то, о чём я уже сталкивалась в Питере, вот если вы хотите посмотреть это видео, я недавно его пересмотрела, во-первых, что было с моим эдитингом, и очень кринжовый начало и конец там, мне тоже больно это было смотреть, потому что, ну, сами понимаете, если посмотрите, в общем, за это извиняюсь, но всё остальное, вся история, это просто взрыв мозга, это такое, я пересмотрела, я опять удивилась тупости людей, это просто невероятное что-то, в общем, если хотите, вот так оно называется, ссылка будет в описании, но потом, потом оказалось, что у меня, то ли значок случайно появился, то ли они до этого не знали, или что там такое, я не знаю, случилось, в общем, интернет у меня всё ещё не работал, и после этого, через какое-то время, она написала смс-ку, что типа интернет там обрубили по всему городу, и не будет до субботы, или что-то такое, в общем, всё ещё не понимаю, почему нельзя было написать мне это сразу, или хотя бы написать, не знаю, заставлять меня ждать 3 часа какого-либо ответа, в общем, 2, сколько, я бы 3 часа написала, в 5 они ответили, я дальше, что, мы, в принципе, общались как-то направо-налево, так, кое-где, привет, пока, и, в общем, на этом, я думала, скоро всё закончится, в общем, мы находим новую квартиру, и приходим им сказать это, об этом заранее, за месяц, возможно, там было, не доставало там 1-2 дня, мы сказали им устно, о том, что мы собираемся съезжать, окей для вас, что мы вас предупредим вот так вот, и потом, и нужно ли нам на что-то написать, они говорят, что типа, да, всё окей, нормально, если вам не сложно, то напишите письмом, типа, когда вы будете выезжать, но только, когда будете знать конкретную дату, об этом, а так, нормально, мы предупредили за достаточное количество времени, запомним эту информацию, она нам понадобится дальше, мы написали, всё от руки потом, в целом, за достаточное количество времени, да, не полные 30 дней, месяца, но, там, отсутствовало 1-2 дня каких-то, на которые они сказали, что всё окей, всё нормально в целом, не парьтесь, мы чистим комнату, вы видели начало моего влога, где я говорю, что вот такая стена, вот она, вот мы тут её почистили, и я, боже, это такой мой, не знаю, как сказать без мата, просчёт, что я не сняла всё до и после, и я просто, мне так от этого печёт, вы себе не представляете, но просто для меня, я снимала так, как будто, ну, точнее, всем интересно увидеть, что стрёмного происходит, в плане того, что посмотрите, как стены покрылись плесенью, да, и никому в целом не интересно будет потом смотреть, на вот чистые стены, вот я вымыла, я просто сказала это как факт, то, что да, мы всё почистили, всё чисто, всё отлично, кайф, всё, и я просто, я просто каждый раз поражаюсь, вот такой вот наглости, и такому, как это сказать, такому поведению людей, в общем, которые готовы ради каких-то несчастных, ну, небольшого достаточного количества денег врать и говорить вообще, короче, сейчас, я не могу, меня берёт такое зло, в общем, мы предупредили, мы начали чистить комнату, мы всё вылизали, всё вычистили, выкинули шкаф сразу же вечером, задники эти, всё сложили, всё за диваном помыли, всё помыли за кроватью, всё везде вымыли, они пришли, я им говорю, ребят, мы помыли, это было вечером за день до нашего отъезда, я говорю, ребят, мы всё помыли, пойдите посмотрите, пожалуйста, нужно ли что-то домыть, есть ли что-то, что требует какого-то ремонта, может быть, что-то мы сломали, что-то мы вымазали, посмотрите, пожалуйста, и скажите нам, всё ли в порядке. Они оба идут, мы заходим в комнату, они говорят, вау, очень чисто, они отодвигают диван, за диваном всё чисто, они отодвигают кровать, за кроватью всё чисто, они открывают шкаф, всё супер. Мы говорим, всё ли нормально, они говорят, вау, ребят, типа, вы так почистили, у нас никто так никогда не чистил, мы реально очень, мы даже удивлены, что всё так чисто, потому что, как они сказали, то есть оно никогда не выглядело лучше раньше, до того, как вы вот это помыли. Мы, окрылённые, говорим спасибо большое, очень рады, потому что мы волновались, вдруг ли что-то останется, они говорят, не-не-не, типа, всё вообще зашибись, типа, никаких вопросов к вам нет. Тут она, короче, встаёт, заходит за кровать, кровать уже на этот момент была задвинута, и она говорит, она вот так вот наклоняется, короче, говорит, ой, тут чуть-чуть вот есть плесень, но я возьму тряпочку, я это вытру, типа, забейте. Мы послушали это, и они уходят, и мы заходим за кровать, и мы смотрим, а там белое покрытие, и оно покрытие такое, на котором вода просто будет соскальзывать, поняли? То есть там никогда плесень не росла, за все вот сколько месяцев мы там были, плесень на этом конкретном месте вообще никогда не прорастала, соответственно, у меня есть вывод, то, что она там вообще физически не может произойти, потому что там для нее неблагоприятная среда. Я думаю, ну окей, ладно, где-то там она увидела, но, видимо, там настолько мелкое, что, типа, мы даже не увидели, я думаю, ну вытрет и вытрет, хорошо. Второй просчет. Мы, собственно, думаем, что все супер, соответственно, к нам никаких вопросов нет, значит, не будет никаких вопросов по депозиту. Я думаю, я не хочу лезть к ним, типа, заранее, для того, чтобы сейчас, типа, не выглядеть так, как будто мы требуем, типа, вот эти наши деньги сейчас же, и просто, типа, пускаем это, говорю, я завтра спрошу у них, типа, утром, перед самым нашим выездом. Утром мы вывозим все вещи, забираем все, нам один чувак помог довезти часть вещей сюда, за вторую часть сюда нам пришлось пешком возвращаться, и когда мы возвращались, мы еще раз просмотрели комнату, все ли чисто, они уже на этот момент унесли диван в другую комнату и переставили кровать другой стороной. То есть, если вы помните из моих влогов, она стояла вот так вот, типа, вот тут окно, вот тут дверь, типа, вертикально, помнили. Потом они переставили ее горизонтально, то есть так, что если бы мы зашли, и если бы там была какая-то плесень на этой части кровати, которую мы бы не заметили, мы бы ее заметили. Шкаф был полупустой, в шкафу тоже все было нормально, все было открыто, все было чисто, свежо, красиво, очень приятно. Мы забрали оставшуюся часть вещей, и я стучу к ней, потому что чувак уехал на работу, я стучу к ней в комнату, она ещё там полуспала, но я знала, что она уже не спит, и я хочу попрощаться просто, потому что, блядь, я нормальный человек, я извиняюсь за маты, просто я больше не выдерживаю. Я стучусь к ней, она поворачивается ко мне и смотрит на меня таким лицом, как будто я ворвалась в костюме клоуна и начинаю сейчас стоять на голове. Она искренне как будто не понимает, зачем я здесь нахожусь. Я говорю, хай, мы типа вот уезжаем, забрали последние вещи, хотели просто попрощаться, было приятно с тобой познакомиться. Она просто надавленной улыбкой говорит, вот так вот делает, она даже ничего не говорит. Она не сказала, не было приятно с вами познакомиться, неудача на новой квартире, ничего. Я начинаю очень сильно злиться. Я думаю, ладно, хер с тобой, я тебя последний раз вижу, надеюсь, больше никогда с тобой в жизни не встречаться, надеюсь, наши пути больше в жизни никогда не пересекутся, боже мой. Я говорю, последний вопрос остался, заметьте, что они никогда не проверяли комнату эту, ни на выезде моем, ни когда он вез нас сюда, ни разу не сказали нам о депозите. Я говорю ей, говорю, последний вопрос остался, только депозит. Типа, можно ли нам сейчас его... А, это просто, это такой был этот, я говорю, депозит. Она молчит. И я просто, я начинаю сразу зафилить вот эту вот пустоту, которая, неловкую тишину, которая происходит в разговоре. И я говорю, депозит. Она молчит. Я говорю, мы можем его забрать. Она продолжает молчать. И потом она говорит, типа, а, да, да, у нас к нам приедет чувак, который будет заселяться в ту комнату, он даст нам депозит, и мы отдадим депозит вам. Я говорю, а, ладно, окей, тогда, типа, на карту скинете, да? Она говорит, да, да, на карту. Я закрываю дверь с надеждой, что я больше никогда с ней в жизни разговаривать не буду, потому что это был самый отвратительный разговор в моей жизни с ними вообще. Я никогда не призывала так людей, я вам серьезно говорю. Мне никогда так не было противно находиться с человеком в одной комнате. Короче, я думаю, я не... Надо было настоять прямо сейчас, но мне не хотелось. Я думаю, вы понимаете, что мне просто не хотелось больше с ней никогда в жизни разговаривать, и я хотела сбежать из этой квартиры как можно быстрее. И, зная, что меня ждет другая, где меня не будет, блядь, харасить постоянно. Мы уходим. И тут начинается цирк на палке. Просто самое веселое, самое сладенькое. Давайте перейдем к доказательствам. Я через неделю, ровно через неделю пишу. Я добавлю вот сюда все смс, чтобы вы сами видели, что конкретно я писала, чтобы вы не думали, что я там мало ли что-то придумываю. В общем, я ей пишу через неделю, говорю, привет, как у вас дела? Типа, мы просто хотим поинтересоваться, типа, когда конкретно вы скинете деньги, потому что нам нужно купить кучу всякой мебели, и мы сейчас бы могли реально воспользоваться этими деньгами. Она пишет, у нас все супер, мы не знаем, когда конкретно мы сможем вернуть вам деньги, потому что мы сейчас, как бы это правильно перевести, испытываем трудности, возможно, с плесенью, и как только мы будем знать, мы дадим вам знать. Сейчас я перечитала. As soon as we get it. Get what? Вот, типа, тут она имела в виду деньги, которые они должны, типа, получить от другого. А, да, вот, почему я ей написала, потому что здесь звучит так, как будто она снова говорит, что приедет такой человек и даст им деньги, и как только они их получат, они дадут их нам. Я ей говорю, а, типа, понятно, но разве эти деньги не должны быть отдельной суммой, которая лежит и конкретно не касается ни наших денег за квартиру, ничего другого, никакого депозита левого чувака, а это конкретные деньги, которые были сохранены в случае, если что-то было найдено, и вы сказали, что все было супер, и значит, мы должны были их получить сразу. Она говорит, да, но мы чистим плесень, которую вы оставили в комнате, значит, и сейчас мы... для того, чтобы мы могли перекрасить and stuff, и отдать вам эти деньги после. Я повторяю, ну, вы сказали, что комната была абсолютно чистая, она никогда не выглядела так чисто, как выглядела после нас, что все было супер, а теперь там есть плесень, и вы должны перекрасить стены. Она мне не отвечает на этот вопрос, просто скидывая толком... Она толком не отвечает на этот вопрос, просто скидывает, типа, что security deposit, это он должен для того, чтобы покрыть какие-то поломки и чистку после того, как человек уехал, и после того, как мы уехали, они нашли там mold damage, то есть... Боже, как это? Это ущерб, нанесенный плесенью на кровати и шкафу, а также, типа, сырость в комнате. Так что они теперь ждут инспектора, замечаем эту фразу, что сначала они сказали, что мы чистим, теперь они ждут инспектора для того, чтобы сказать, стоит ли им перекрашивать стены, или это требует какого-то лечения, типа, стены для плесени. Как только мы будем иметь представление о том, сколько, типа, мы денег на все это потратим, мы заберем их с депозита, так как этот ущерб был нанесен во время того, как вы были в комнате. Возможно, все будет окей, но мы не можем, типа, отдать вам депозит до тех пор, пока мы не узнаем все. Я говорю, хорошо, тогда могу ли я попросить о фотографии этой самой плесени на кровати, потому что мы не понимаем, где конкретно оно может быть, потому что мы посмотрели с всех сторон, все стены, и все было чисто, и мы вымыли все два раза, и я просто реально не понимаю, как оно могло остаться в комнате, если мы и вы оба проинспектировали эту комнату несколько раз, и вы сказали, что она была идеально чистая, и теперь, как после недели после того, как мы съехали, и она там росла, теперь это как каким-то образом наша вина, типа, это же не наша вина, правильно? Потому что вы сказали, что это у вас была долгосрочная проблема с этой плесенью, и то, что она начала расти, это неудивительно, потому что мы не могли от нее избавиться, блин, выкорчевать, во, эти, блин, стены им или что. После этого она не отвечает. Я пишу ей на следующий день. Привет! Я подозреваю, что ты была занята, поэтому, если у тебя есть время, замечаете, замечаете, если вы знаете английский, то вы увидите, насколько здесь все polite. Если у вас снисходительно, блядь, если у вас будет время для того, чтобы ответить на мой вопрос, и я бы очень сильно была благодарна вам за фотографии, и также я бы хотела быть там, когда придет инспектор, для того, чтобы знать, за что конкретно я плачу деньги, потому что я записывала видео нашего полного выезда, где мы чистим стены и все остальное, и для того, чтобы быть уверенным, что мы все почистили, и что мы не оставили никаких вещей после нас. Так что, пожалуйста, дайте нам знать, когда он приедет, для того, чтобы мы там тоже могли быть. Как вы видите, это было прочитано в тот же день, и на три дня меня заигнорили. Никакого вообще сообщения не произошло. Мы видим, как часто меняется здесь картинка, но у меня просто нет доказательств того, что они сказали, что они отдадут нам после того, как придет другой человек. С другой стороны, как только я ей написала, она не отрицала этого человека. Если я вас пытаюсь оболгать и говорю, что вы мне что-то сказали, вы, очевидно, первым же делом напишите, что, эй, подожди, я тебе такого не говорила, да? Здесь она не отрицает, а говорит совершенно другие вещи, говоря сначала, что мы чистим стены, после этого она говорит, что мы ждем инспектора, чтобы он сказал, что нам делать. Хорошо. Мы собираемся и идем в полицию, потому что нас, очевидно, пытаются нагнуть на деньги, и мы не знаем, что конкретно с этим делать и как с этим самим бороться. Мы приходим в полицию, начинаем рассказывать историю, и нам говорят, что это не их поле ягода, короче, как это сказать, не их юрисдикция, я не помню, что это слово значит. В общем, не они этим занимаются, и нам нужно пойти в Exeter City Council, в отделение Civil Center какой-то, короче, где занимаются правами арендодателей и арендоснятелей. Вы поняли. В общем, мы идем туда сразу же. Нам назначают номерок, мы ждем, и с нами встречается человек, который там волонтерит. То есть не конкретно рабочий, не конкретно адвайзер, как нам потом выяснилось, а тот, кто мог, в принципе, дать какой-то совет. Что тоже мне показалось не очень хорошим, потому что я очень часто сталкивалась со стажерами, которые понятия не имели, что они делали, давали другие советы, из-за которых мне потом приходилось переделывать очень много вещей, и это приносило кучу неприятностей. Я засовневалась немножко, потому что мне не хотелось. Мне хотелось поговорить с человеком, который точно знает, что он делает, точно знает закон, точно знает, как это решить. Ну, думаю, ладно, хоть с кем-то сейчас мы поговорим, это все равно никакого вреда не нанесет, Потому что мы не планируем никаких конкретных действий пока что. Просто совет. Мы пришли, мы рассказали всю историю, мы дали договор, мы дали расписку, которую написал на то, что он забрал депозит. Потом, она всё прослушала, точнее, очень приятная женщина была, но там видно, что они все очень открытые, очень пытаются тебя поддержать и пытаются посмотреть на ситуацию с двух сторон, то есть не прыгая к заключениям того, что ты виноват или ты не виноват, и всё по закону. Особо доказательств, к сожалению, у нас не сохранилось. Но у меня было ощущение, когда я пришла в полицию, я знала, что сейчас они что-то точно сделают, знаете. А когда я пришла туда, там всё такое релакс что ли, вот я как будто пришла к подружке старой какой-то поговорить с ней, типа рассказать ей свою проблему, и всё, что она может, это предложить чаю и похлопать тебя по плечу. Что, в принципе, примерно, наверное, то же самое и произошло. Мы описали всю ситуацию и говорим, что вот так и так, они теперь присылают другие сообщения, а потом после этого они вообще отказались присылать либо какую-то документацию этой плесени, либо вообще на что его наше отвечать. Она всё это записала, пошла поговорила, поконсулировалась с супервайзером. И после этого она сказала, что у нас есть выход сейчас написать им formal statement letter, то есть официальное письмо от руки, типа с печатью, задокументировать, когда мы конкретно его отправляем, с просьбой отдать депозит, описать им всё, что мы описали, описать им ситуацию так, как мы только что описали её ей. Сказать, что мы всё чистили, мы всё вымыли, вы сказали, что всё супер, мы исследовали вашим запросам, типа там бла-бла-бла, и теперь отдайте, пожалуйста, деньги. Дайте им 14 дней на рассмотрение этого письма, на то, чтобы дать свой официальный ответ, и после этого официального ответа уже потом приходить и что-либо делать, то есть либо бросать этот кейс, если там никаких шансов нет для того, чтобы просто забрать эти деньги, то есть они отказываются продолжать гнуть свою линию, либо они просто скинут деньги, и на этом всё закончится. Я написала формулу letter этот, описала всю ситуацию, но решила пока не отправлять, я думаю, так, подождите, я писала типа ей, я попробую написать ему, возможно, он ответит, потому что мне не хотелось очень сильно затягивать себя в вот эти вот суды, в эти вот всякие клеймы, которые, типа, ты можешь заявление писать и всё прочее, и второе, это не хотелось заниматься вот этой тягомотиной, типа писать, отправлять, потом ждать 14 дней, потом наверняка они откажут эти 14 дней, потом писать ещё раз, что-то, потом идти писать заявление, ходить по судам, типа, эти 250 фунтов того на самом деле не стоят, и честно сказать, я бы уже отпустила эту ситуацию, здесь проблема конкретно не в деньгах, а проблема в чувстве справедливости, того, что я столько терпела от этих людей, и теперь они ещё пытаются нагнуть меня на деньги и не отдать мне депозит, который они обещали, что отдадут. И мне просто хочется так их доколупать, чтобы они просто знали, что не надо обманывать людей, как минимум, и потому что, мне кажется, у них просто создалось впечатление, что мы такие мыши, мы сидим, никогда рот не разрываем, не разеваю, они орут, они делают, что хотят, мы никогда не просили их не помыть посуду, чтобы они за собой убрали, ни что-либо, короче, мы никогда ничего их не просили, они вели себя так, как они хотели себя вести, и, несмотря на то, что они мне невероятно мешали, я никогда их ни о чем не просила, потому что у меня было такое, ну, короче, я уже описывала свое состояние, и мне кажется, они еще думают, что мы типа иностранцы, и мы ничего не будем делать, и типа бла-бла-бла, и, в общем, с нас легко очень забрать эти деньги и вообще ничего потом не отвечать. Я пишу ему, в общем, думаю, сохранить себе и мне время, скажу, что я ходила в сети-каунсил, что мне нужно, что мы проконсультировались, что, возможно, это напугает их, и они типа отдадут депозит. Привет, говорю. Мне показалось, что у нее нет времени для того, чтобы ответить мне на сообщение, поэтому я надеюсь, что ты найдешь какое-то время. Так, значит, могли бы ли вы, пожалуйста, сказать нам, почему вы сказали, что все было суперчисто, а потом через неделю вы говорите, что была найдена плесень, и вы должны перекрашивать стены. Почему вы не показали нам плесень после того, как мы вместе с вами прошлись по комнате, и вы сказали, что все чисто, и нет ничего, что должно быть починено. Также, почему вы сказали, что вы отдадите депозит назад, как только вы получите его от другого человека, и отправите депозит нам на карту, а через неделю, после того, как вы сказали, что все было супер, вы говорите, что теперь вы должны перекрасить стены. Также мы были бы очень рады, если бы вы скинули какие-то фотографии вот этого ущерба, а также дату и время, когда придет инспектор, для того, чтобы мы тоже могли туда прийти. Спасибо. Он говорит, плесень была найдена на и в bed frame, то есть вот этой вот, как это сказать, скелете кровати, как вы, в общем, поняли, надеюсь. Так как мы о нем не знали, о, точнее, поэтому мы о нем не знали. Но это моя проблема, скажите, я вас попросила проверить комнату, вы проверили комнату. Также плесень была, которую вы почистили, она выросла снова, поэтому инспектор должен прийти и проверить, есть ли какой-то ущерб для комнаты, или это просто обычная растущая плесень, что ты поднимаешь под обычной плесень? Во-первых, давайте так, начнем с того, что они должны были, они обязаны были предупредить нас о том, что здесь есть проблема с плесенью, потому что, не дай бог, была бы у меня аллергия или у кого-то еще, или какие-то существующие проблемы с дыхательными системами, или чего-либо вообще, мол, мол, да, блин, плесень, это очень опасная для здоровья, и в такой обстановке жить человеку нельзя, потому что она либо проявит болезни, либо, потому что она либо создаст болезни, либо она усилит и ухудшит те, которые уже есть, то есть они обязаны были нас предупредить, о чем мы никогда не были предупреждены, о чем они никогда нам не сказали, и то, что она выросла снова, естественно, она выросла снова, потому что она у вас там растет постоянно, долбанный ты пи... Дальше он говорит, поэтому нужно прийти из инспектора, чтобы проверить, бла-бла-бла, да. Я никогда не говорил, что мы вернём вам ничего про депозит. Он был и до сих пор сидит на аккаунте, который ждёт вас, типа, инспектор... Для того, чтобы инспектор, короче, прояснил ситуацию. Давайте так, начнём с того, что, во-первых, он нам, кстати, никогда не говорил, куда конкретно он кладёт депозит, потому что здесь есть такая штука, как deposit scheme, то есть схема депозитов. Каждый ландлорд кладёт этот депозит в, представим, это как отдельный ящик, в какую-то, короче, систему он его вводит, для того, чтобы он не мог его потратить. И в нашем выезде он должен его отдать нам или забрать часть, при этом показав нам то, на что мы тратим эти деньги. И это неправильно, как мне сказали в сити-камселе, они должны... он, типа, просто сказал аккаунт. Он никогда не говорил нам, куда он положил эти деньги. Так, дальше он говорит, что она, баба его, проходит через сейчас что-то extremely difficult, что-то очень сильно сложное и персональное сейчас, а типа, а я на работе, поэтому please respect our privacy, пожалуйста, уважайте нашу приватность, короче. И это просто чистой воды манипуляция, когда ты начинаешь давить на то, на то, что человек неправ, что он влезает в твою приватную жизнь, в том, что он тебя докапывает, что он, типа, мешает тебе жить, поняли? И я, правда, начинаю со временем, вы сейчас ещё дальше увидите, со временем начала думать, что я не права, я лезу к человеку, он прав. А на самом деле он не отдаёт деньги мне, которые он обязан был отдать. И, типа, вот это вот давление на то, что, ой, у неё сейчас проблемы. Я понимаю всё, я человек с повышенным чувством эмпатии, но меня ваши персональные дела, как и вас мои персональные дела, касаться не должны. Я тоже сейчас могу сказать, что я прохожу через что-то очень серьёзное и важное, конкретно то, что меня пытаются намахать на деньги. И, типа, таким образом пытаться вызвать жалость у вас. Или даже не жалость, а, типа, то, чтобы вы стали чувствовать себя плохо, чтобы докапывать здесь к человеку, которому уже плохо. Я говорю, плесень, которая растёт, вырастает обратно после того, как её почистили, это уже не наша вина. То, что случилось в комнате, особенно после того, как вам была дана куча времени для того, чтобы её проинспектировать, после того, как мы выехали, просто не может быть нашей виной, потому что мы не были там, чтобы открывать окна, снижать конденсацию и так далее. Вы много раз сказали сами, что у вас это очень долгосрочная проблема, что мы почистили всё, что мы вообще могли. И после того, как мы выехали, мы, точнее, перед тем, как мы собирались выезжать, мы спросили вас, чистая ли комната, и можем ли мы получить наши деньги обратно. Если бы она была не чистая, мы бы её почистили ещё раз, мы бы покрасили, сделали бы что угодно, но вы никогда не говорили, что ничего, кроме того, что она выглядит идеально. Утром она сказала, что она отправит депозит назад, как только вы получите его от кого-то другого, но сейчас вы говорите, что там плесень и что вам нужно перекрасить. Вы обязаны отдать депозит в тот день, как мы выезжаем, а не после недели, после того, как мы выехали, особенно учитывая то, что мы не знаем, что происходило в той комнате. Вы могли включать обогреватель 24 на 7, и плесень могла появиться от конденсации, и, как вы сказали, она появляется в этой комнате постоянно. Мы, правда, не хотим вас докапывать, но мы тоже очень хотим, чтобы вы уважали наши права на то, чтобы мы получили деньги назад, которые вы сказали, что вы отдадите. И мы просто хотим, чтобы это всё кончилось, но на самом деле так дела не делаются, ребят. У нас были нормальные отношения с вами, нет, пошли нахер. И мы сделали всё для того, чтобы комната была чистая, и сейчас очень просто неприятно, что вы так к нам относитесь. Он пишет, мы сказали, что плесень вырастает обратно, если конденсация появляется в комнате из-за неправильной вентиляции. Блин, господи, как же очень сильно потемнело. Давайте-ка я лампу включу всё-таки. Так, так, кажется, гораздо лучше, наверное, надо было сделать так изначально. Ой, господи, боже. Если же плесень появилась на стенах из-за какого-то ущерба, который вы нанесли, вот это уже серьёзная проблема. И у нас есть every legal right, все права на то, чтобы, типа, задерживать security deposit до тех пор, пока мы узнаем причину. Пожалуйста, перестаньте нас харасить. Please stop harassing us now. Are you fucking joking me right now? У меня просто harassment... Вот ещё одно, пожалуйста, пример манипуляции, когда вы говорите, что вы сейчас харасите человека за то, что вы имеете право спросить, вы имеете право получить фотографию того, что там какой-то ущерб нанесён, потому что вы платите за это деньги. Они обязаны были. Я начиталась куча статей, они обязаны были сразу же, как только они увидели какой-то damage, они должны были сразу записать его, написать, сфотографировать, всё показать для того, чтобы потом были доказательства того, что это не они сделали, а мы, для того, чтобы показать нам и сразу же сказать, вот столько нам понадобится денег. Хорошо, я ему говорю, окей, типа, тогда мы будем ждать время и дату до того, как инспектор придёт, для того, чтобы мы тоже там были. И это не harassment, вы сказали, что вы отдадите деньги назад, и теперь вы говорите другие вещи, так что у нас есть полное право для того, чтобы знать, что происходит. Потом я ещё написала ещё маленькая одна вещь, говорю, по закону у вас есть 10 дней для того, чтобы вернуть или забрать депозит, поэтому мы вам и пишем, и надеемся скоро от вас услышать. У них есть, короче, как я понимаю, и как, наверное, гласит common sense какой-либо вообще, у них есть время для того, чтобы перед нашим выездом просмотреть комнату, сказать, что поломано, что нет, всё ли отлично, всё ли в порядке, если не в порядке, сколько денег они заберут, и конкретно за что, чтобы мы могли видеть это своими глазами. После того, как мы уезжаем, у них ещё по праву есть 10 дней для того, чтобы перевести этот депозит. Дальше уже, если они этого не делают, то мы можем подавать на них в суд, делать клейм, заяву какую-то, короче, писать и всё такое. Поэтому то, что они, во-первых, не предупредили нас, они вообще не старались нам что-либо об этом сказать, но тогда, когда я уже сама написала через неделю, они начали вот выпендриваться. А потом я думаю, какой грёбаный ущерб стены, плесень появилась из-за дэмэджа стены? Умоляю, если вы или ваш отец, или ваша мать, или кто-либо знает что-либо о плесени, я вас умоляю, напишите мне в комментариях или спросите у кого-то, потому что я спросила у всех, кого могла. Есть ли какая-то вероятность, что плесень могла появиться не от плохой вентиляции, не от плохого обогревателя, не от постоянной сырости в комнате, а от какого-то конкретного ущерба, который могла сделать я? То есть я вот херакснула стену, например, и там появилась плесень, или я сидела и 24 на 7 лила туда воду, и она там выросла. В общем, что-то, что они могут потом доказать, и для чего нужно вызывать отдельного человека, который тоже может это доказать, что это не просто свободно растущая плесень там, потому что там все благоприятные условия для него, темная комната, а не когда солнца нет, плохой обогреватель и постоянная конденсация на стенах, а конкретно то, что, типа, причинил, сделал человек. Я пишу ему, извини, сейчас, типа, перечитала сообщение, которое ты отправила, у меня просто есть маленький вопрос, пожалуйста, ответь, если у тебя будет время, вы видите, I'm trying to keep it polite. Что ты имеешь в виду под damage you cost, типа, в этом предложении? О какой конкретно, о каком конкретно ущербе, поломке идет речь? Спасибо. Он прочитал и не ответил. На следующий день я не могу, я не могу ни спать, ни есть, я ложусь спать, у меня, знаете, вот, ты что-то делаешь, 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 думаешь, ой, я хочу спать, все, у меня вырубает, я ложусь, и я начинаю продумывать все, что этот дебилоид пишет, какой бред он несет, как они меняют историю постоянно, и мне просто, я не знаю, у меня начинает бурлить вот здесь вот все, и я думаю, как же ты меня задолбал, как можно так врать, как они обманывают людей, и, видимо, мы явно не первые, и это просто, и у нас тупо нет доказательств никаких, типа, ну какой нормальный человек, типа, если он снимает квартиру у, очевидно, тоже адекватных людей, будет ходить с камерой, блин, фотографировать каждую щелочку на стене, чтобы потом эти люди, извините, потом сказали, сперли у тебя деньги буквально, и сказали, что вот твоя вина, ты вот тут натворила, типа, наделал кучу вещей. Это просто невероятно, и они знают, что они делают, она не зря тогда сказала, типа, ой, здесь есть чуть-чуть плесени на кровати, но я ее сама протру, пазл начинает складываться, понимаете, и они знают, что у нас, типа, наверняка мы не снимали, наверняка мы, типа, ничего не делали, что, типа, даже если и снимали, то, очевидно, мы не отодвигали кровать, не поднимали матрас, ничего вот этого вот не делали, и, типа, у нас не будет доказательств, и сейчас просто их слово против нашего, и здесь, ну, типа, вы поняли. И меня на утро это все так задолбало, я, в общем, короче, ему пишу, я решила не писать пока формальное письмо, чтобы, опять же, не заниматься сикамотиной, я думаю, напишу все то же самое, но только сообщением, для того, чтобы его припугнуть, что я, типа, реально пойду, блин, дальше, я не просто спущу эти деньги и эту ситуацию на самотек. Я ему пишу, после того, как я проконсультировалась с вот этот Civic Center, мы решили написать официальное письмо вам, реквестируя, типа, прося рефант обратно, так как, во-первых, вы не предоставили нам достаточно доказательств демеджа, который мы попросили, но обвинили нас в харассменте из-за того, чтобы мы просили просто какие-то объяснения. Второе, вы сказали, что вы отдадите их, а потом вы сказали, что вы никогда этого не говорили. Вы не держали плесень под контролем, потому что это ответственность хозяина, и вы никогда нас не говорили о том, что плесень там вообще растет, и она невероятно опасна для здоровья, и типа она помтала нас предупредить, короче. И я прочитала просто, что плесень и жуки какие-то или что-то, что не по твоей вине, то есть это не та... Блин, есть две разные. Вот ты пробил стену, и вот ты за неё заплатишь. Если там у них что-то росло до этого, это не твоя вина. Если ты не запустил это, если ты не оставил это вот всё в грязи после того, как ты уехал, это не твоя вина. Если у них была с этим проблема раньше, она, соответственно, и останется. Мы не люди, которые занимаются чисткой плесенью. Что за бред, ебаный? Мы собачий. Извините. И что это ответственность хозяина квартиры, очевидно, а всё, что вы должны делать, это стараться, типа, чистить, когда вы это видите, и вообще всё. И ещё, кстати, вы вообще, типа, в UK, имеете право полное подать на лендлорда в суд за то, что он вас не предупредил о плесени и не почистил её, когда он был о ней предупреждён. И, типа, если они хотят пойти туда, то у меня есть куча видосов, где я её показываю, это раз, а во-вторых, где я говорю, что мы сейчас её чистим и показываю одну стену, где мы её вычистили. Дальше, что у нас здесь? Когда мы вам сказали про эту плесень, вы не сделали ничего для того, чтобы её предотвратить, а просто сказали, что да, есть большая проблема в этой комнате. Четвёртое, у вас было 10 законных дней для того, чтобы пригласить инспектора и пригласить АС для того, чтобы проинспектировать комнату вместе, потому что это наши деньги. Пятое, у вас было 10 легальных дней для того, чтобы сообщить нам о любом дэмидже, который был найден в вашей комнате, но вы сделали это только после того, как мы попросили депозит обратно. Шестое, у вас была куча времени для того, чтобы проинспектировать комнату, потому что мы предупредили вас о съезде за месяц, так что у вас было достаточно времени для того, чтобы заметить любую поломку. Седьмое, плесень, которая была... Плесень не может быть вызвана каким-либо ущербом стены, только плохая вентиляция и сырость, которая не наша вина, а ваша вина как у лендлорда, типа, что вы должны очищать плесень в своей квартире. Мы старались, когда мы там жили, держать все под контролем, открывая окна и чистя любую плесень, которая появлялась сразу же. Восьмое, в день нашего выезда, вы сказали, что все было отлично. Мы собираем... Мы вынуждены будем, типа, делать с этим, то есть идти заходить дальше, то есть я намекаю на какие-то, типа, государственные учреждения, в которые я могу и собираюсь идти. Но я думаю, что ни вам, ни вам, нам, ни вам это не... Не хочется этим заниматься, поэтому мы хотели бы просто получить рефанд и забыть об этом. Что я получаю ответ? Что, видимо, вы не оставляете нам никакого выбора, и я хотел бы получить ваши детали вашего нынешнего лендлорда зачем-то, для того, чтобы provide... Я вообще не понимаю, что он написал. Я вот это сообщение вообще не поняла. Он говорит, для того, чтобы он отправил ему репорт, человек, который снимает квартиру, через почту, что... Короче, вы не предоставили нам... Замечаете, да, они начинают играть на тех вот этих вот всяких мелких вещах, которые они сказали, все отлично. Вы не предоставили нам... Как это сказать, боже? За месяц, в общем, не предупредили нас, что технически и законно оборвало наш контракт и ваш депозит. Лендлорды имеют право забрать депозит, если вы не предупреждаете его ровно за месяц, потому что тогда им понадобятся, типа, эти деньги для того, чтобы давать рекламу платную и искать себе новых жильцов. Мы хотели закрыть на это глаза, потому что у нас были с вами хорошие отношения, но, очевидно, нет. Идите на... Хорошие у нас отношения были, да. Более того, вы не дали нам шанса для того, чтобы собрать улики и репорт от инспектора. Что? Я вот это тоже не понимаю. Что значит? There for the state of the room upon you living the property will do? А-а-а, вот а что... Ах ты чмо! Говорит, что, типа, вы не дали нам достаточно времени для того, чтобы мы позвали инспектора, соответственно, комната сама всё покажет. Там заросло всё плесенью, и они позовут инспектора через месяц и покажут, что там всё плесенью заросло. Нормальный, адекватный человек. Какой же... Какой же мерзотный! Господи боже! Дальше он говорит какие-то слова The condition of the room was immaculate upon... А, что, типа, кондиция комнаты была отличная и не было никакого доказательства или причины для того, чтобы там росла плесень. А всё это потому, что вы... Не открывали, типа, не держали нормальную вентиляцию, несмотря на то, что мы много раз вас просили это делать. Давайте так. Один раз после того, как я сказала, что тут плесень есть, она зашла, говорит, просто проверяю, где тут плесень, говорю, можете, типа, окна тогда открывать? Я сказала, да, мы так и делаем. И мы так делали постоянно. Мы не включали грёбаный обогреватель, несмотря на то, что в комнате было невероятно холодно. И они сейчас говорят, что они просили нас много раз и что мы этого не делали. И что мы, типа, пренебрежительно отнеслись к контракту двух сторон и мы спровоцировали растущую плесень. Оно распространилось на кровать и, короче, задемеджило этот... мебель. А, этот демедж из-за этого, типа, обрывает наш контракт и из-за этого депозит забирается. Что он пришлёт нам письмо от HCA, что ни я, ни люди в City Council не знают, что это такое. Потом они погуглили, это казалось, Housing Country Association или что-то такое, короче. Подписанные ими и этой HCA будет в нашей почте через 2-3... через 3-5 дней, короче. Если у вас есть желание для того, чтобы оспорить это действие, типа, детали будут в этом письме, типа, это не говорит о том, что будет позитивный исход из этого дела. И нам понадобятся фотографии, кондиции, комнаты, когда мы въезжаем. Они знают, что они делают. Нам тоже сказали, что вы должны были, типа, предоставить фотографии, есть ли у вас, точнее, доказательства предоставить фотографии до и после того, как мы уехали. Я не знаю, чем они сейчас занимаются. И что мы не можем доказать, что это было, типа, спровоцировано не нами. Любой контакт между нами и, типа, вот этим вот письмом официальным будет использован как harassment. Засусь себе свой harassment в свое грёбанное лицо. В общем, вы понимаете, что происходит, да? Я, как только получила это сообщение, я пулей собралась и побежала в сити-каунсел обратно для того, чтобы с ними разобраться. Я тут на этот момент немножко испугалась, потому что я не хочу... Я здесь... Как это? Иностранец. Я не хочу вмешиваться в какие-то дела суда или прочего, тягаться, чтобы потом за это платить деньги, чтобы потерять еще больше, чем я получила бы этого депозита и прочее. Типа, мне это не надо. Я просто хотела уточнить еще раз. Я побежала в этот сити-каунсел для того, чтобы они мне сказали, точно ли я права. И, в общем, там оказалось, что у них нет никакого этого... Сейчас адвайзера, типа, советчика, который там принимает и дает вот эти вот, собственно, советы по дальнейшим действиям. И не будет до 20 января, потому что сейчас праздники, никому это не надо, все, короче, там на каникулах, а до этого времени там они заняты. Что очень неприятно, в общем. Но я получила небольшую мини-консультацию от другого человека. Я не очень поняла, кто она, чем она занимается. Но она очень быстро зашла, типа, быстренько, не слушая всю мою историю, я просто прочитала там, что я написала. И что я написала в форме, там надо было заполнять форму, объясняя, почему я сюда пришла. Я пыталась показать смс, показала что-то спросить, все вот это, но у нее не было времени. В общем, она очень быстро как-то все это сказала. И я спросила, что конкретно мне делать, потому что они говорят, что они пришлют-лют мне какое-то письмо от HSEA, вот это вот все. Она говорит, что это такое, никто не знает, что это. Она говорит, даже если я не знаю, то типа, что это вообще такое. Она записала, что у них депозит лежит на аккаунте, а не в какой-то схеме, он у них как должно быть. В общем, она говорит, все, что я могу сейчас типа посоветовать, это пишите письмо официальное, и типа, в большинстве случаев они просто сливаются, потому что, ну, они знают, что они не правы и не будут это делать. Заходить дальше в плане и просто скинуть депозит. Но я вот по их хитрым лам вижу, что они уже готовы, мне кажется, дальше заходить, потому что они думают, что у нас недостаточно доказательств. Такая история. Вот, в общем, всем урок, когда вы заселяетесь в квартиру. Просто, во-первых, не доверяйте никому. Если вы видите, что человек в целом адекватный, вы никогда не знаете, какой он на самом деле. Если вы думаете, что да, они же не попросят это, да, они же это не сделают, да, они же не могут так поступить. Могут. Люди отвратительные, мерзкие существа. И они могут всё. Многие из них. Я сейчас не говорю за всех. Всё, вот такая история. Сейчас 10 декабря. Завтра, наверное, напишу и отправлю письмо официальное с объяснениями всей этой ситуации. И всё. И тогда 10 числа... Ой, 20. Господи, боже, больше, чем через месяц. 20 числа я пойду на эту встречу. Если у вас есть какие-то советы или какие-то что-то вы ещё там заметили, что я не заметила, что может мне помочь в этой ситуации, я буду вам крайне признательна. Также очень буду рада совету по поводу этой плесени в плане того, что как доказать, что она там была до нас, и как доказать, что она не начала расти из-за ущерба, который мы принесли этой комнате. Всё, пока я... Всё, я не могу. Я заканчиваю это видео здесь. Спасибо, что посмотрели, что-то послушали. Увидимся с вами скоро.